Добрый вечер, дорогие друзья! Программа «Вечерний разговор» начинается. Сегодня у нас в гостях Александр Муравский. Ну что, говорить, что вы аналитик не буду. Вы опытный. Управленец были государством. Вот. Вы знаете экономику, финансы и политику. Загробным голосом произнесли. Второй тур выборов у нас. Это означает или смену направлений в взаимоотношениях с внешними партнерами, или укрепление этих связей. Как вы считаете? Добрый вечер. Спасибо за приглашение. Ну, в определенной степени вы правильно отметили это. Потому что, будем говорить так, хотя перед первым туром и даже после первого тура было много заявлений от разных кандидатов и экспертов, и аналитиков, которые говорили, что эта предвыборная кампания отличается от других, что здесь не был так явно, так сказать, продвинут геополитический фактор. То есть, я считаю, что ничего подобного. Геополитический фактор присутствовал постоянно. Вот. Да, он, может быть, не выращивался на первый план, но все прекрасно понимали, что у нас, в общем-то, до сегодняшнего дня существует достаточно четкий водораздел между частью населения, которое тяготеет к Европе, и части населения, которое тяготеет к Востоку и, соответственно, к политике. Что касается смены, так сказать, вектора, я бы сказал так, что, ну, во-первых, на сегодняшний день мы должны с вами говорить, что соглашение об ассоциации с Европейским Союзом существует, как юридический документ. Вот. Оно продолжает исполняться. И, кстати, вот, пользуясь случаем, я бы привел несколько цифр какого рода. Вот. Говорят о том, что партия социалистов, президент Дадон, значит, они сделают все, чтобы у Молдова, так сказать, была бы изоляцией по отношению к Европейскому Союзу, не принимают это и так далее. Но если поранализировать, то мы с вами увидим, что правительство Филиппа где-то за примерно три года приняло 22, исполнило 22 условия, прописанных в соглашении об ассоциации. Правительство Иона Кику, по данным за восемь месяцев, реализовало восемь условий, записанных в соглашении по ассоциации с Европейским Союзом. Правительство Майя Санду за пять месяцев не реализовало ни одного. То есть говорить это одно, а делать это несколько другое. Конечно, ни для кого не секрет, что партия социалистов и президент Дадон тяготеют больше к восточному вектору, к евроазиатскому экономическому союзу. Но постоянно приходит определенное понимание реальности, я думаю, что если мы помним 2015, кампания 2016 года, тогда были такие категоричные заявления, что вот если мы придем к власти, мы разорвем соглашение об ассоциации. А потом оказалось, что это далеко не так просто, что потери от этого будут гораздо больше, чем выгоды от возможного, так сказать, вступления в Восточный блок. И была выбрана политика, скажем так, равноудаленности или наоборот стараться дружить со всеми. В реальности мы пока видим, конечно, что в определенной степени связи с Европейским Союзом, которые стремительно как бы начали развиваться после 2009 года, особенно при правительстве Филата, который назвали правительством успеха, Молдову страной успеха, но мы знаем, в чем это кончилось. Вот этот темп был потерян. Но я думаю, что разрыва не произошло. Если мы посмотрим по проектам, по программам, которые реализуются Европейским Союзом и оказывается помощь Молдове, то они продолжают работать. Конечно, некоторые стали немножко труднее, так сказать, реализовываться, и финансирование несколько стало более обуславливаться политическими требованиями. Особенно в этой предвыборной кампании появилось достаточно много таких жестких заявлений и направленных в поддержку откровенно одного кандидата Майи Санду со стороны европейских бывших и нынешних чиновников, со стороны представителей ЕС Молдове. Но, как говорится, пройдут выборы, и это пройдет. И самое главное, я надеюсь, что европейские партнеры прекрасно поймут, что есть выбор народа Молдовы. Республика Молдова ни при какой власти не отказывалась от выполнения взятых на себя обязательств, как финансовых, так и многих политических. И опять-таки, вспоминая прошлое, мы можем сказать с вами, что наибольшего успеха в продвижении Республики Молдовы по пути к Европейскому Союзу, например, был достигнут в период где-то с 2005 по 2008 год, в период нахождения у власти партии коммунистов. Так что еще раз повторяю, что декларации и название политических сил, как проевропейских, отнюдь не означает, что это те силы, которые способны обеспечить наибольший прорыв в этом направлении. Ну, здесь как бы напрашивается вопрос. Знаю нашего избирателя, для которого экономика – это темный лес, но экономика и связана даже с этим темным лесом. Хоть и насказательно, но я хочу объяснить, что люди ждут развития Республики Молдова в экономическом плане. Ну, например, два человека, Дадон и Санду, вместе работали в одном правительстве. Вместе шли по одному направлению, да? Вроде бы госпожа Санду Гарварды заканчивала, степень по экономике имеет. У меня к ней напрашивается вопрос, а вы, может, даже опровергните. Она сейчас основную ставку делает на открытие кредитования Республики Молдова Европейским Союзом, а также Мировым Банком, да? Вопрос. Куда будут инвестироваться средства в Молдове, если нет никакой производственной базы? Я понимаю, здесь микрочиповый завод, да? Это инвестиции. Но когда Майя Санду и же с ними, бывшие министры экономики, рассказывали, что Кауфленд – это инвестиции в экономику Республики Молдова, мне всегда становилось тяжело на душе, потому что отсюда вымываются валютные резервы страны. Что вы скажете, Нарик? Ну, вы подняли такой пласт проблем и так много, так сказать, разных вопросов с разных сторон, потому что давайте все-таки определимся, о каком финансировании говорит госпожа Санду. О массовом инвестировании? Со стороны Европейского Союза. Я пока не слышал о со стороны Европейского Союза. Европейский Союз – это политико-экономическая структура. И когда мы говорим финансовая поддержка Республики Молдова со стороны Европейского Союза, то это значит финансирование правительства Республики Молдова, бюджета и так далее. Это может быть финансирование через свои структуры, через Европейский банк реконструкции и развития каких-то инфраструктурных проектов, но это не инвестиции в строительство фабрики заводов. Инвестиции в строительство фабрики заводов – это частный бизнес. Европейские компании, вот как Драксельмайер, Фуджикура, которые приходят и организуют здесь производство. Конечно, эти примеры, которые я привел, мы знаем, как производство – это чисто, так сказать, сборочное предприятие, которое собирает сабилии, и отправляет их обратно на автомобильные заводы. Но это вот инвестиция в экономику напрямую. Теперь, что касается вот этих взаимоотношений финансовых и помощи со стороны Европейского Союза, давайте говорить так, ведь если внимательно посмотреть на заявление госпожи Санду в этом отношении, когда она от общих фраз переходит к конкретике, она говорит о том, что до 2 миллиардов леев дополнительно будут направлены в развитие сел Молдовы, европейское село. У Воронина было молдавское село, тут будет европейское село. Я предложил параллельно, когда первый тур, Настасье пусть выступит с программой «Американский городок», чтобы всем было по программе, чтобы никто не обижался. Это, опять-таки, чисто социальная программа, rural development, которая на строительство дорог, она нужна, но давайте, как говорится, отделять. Следующая, она сказала, что она добьется, что Европейский Союз будет до 100 миллионов евро ежегодно давать Молдове на решение проблем водоснабжения и канализации. Я, когда услышал эту цифру, я подумал, что господа Санду весьма далека от реальности, происходящей в этой области. Я приведу один пример. В 2018 году Европейский Союз, комиссия здесь, в Молдове, Европейский Союз принял решение о выделении Молдове 40 миллионов евро, гранта, на реализацию проекта в двух областях водоснабжения и канализации и энергоэффективность. 18 проектов, 10 – вода, 8 – энергоэффективность. 40 миллионов. Значит, проекты должны были начать выполняться в 2019 году, и проект должен был быть закончен в декабре 2020. Значит, сейчас продлено до конца 2021 года, и я думаю, что продлят еще на годик, а то и на два, потому что до сегодняшнего дня строительство, как таково, еще не началось практически ни в одном проекте, потому что есть цикл. И какова ситуация в Молдове сегодня? Это речь идет о 40 миллионах на три года. Всего-то? Да, а 100 миллионов евро ежегодно. Для того, чтобы реализовать 100 миллионов евро ежегодно, значит, средний проект по водоснабжению одного населенного пункта в Молдове, такого достаточно среднего крупного села, где-то от 3 до 5 тысяч населения, его стоимость оценивается в 2-3 миллиона евро. То есть 100 миллионов в год – это 50 проектов в год. Для того, чтобы проект реализовать, нам надо первым делом разработать технический проект. Объявляется тендер. На сегодняшний день в Республике Молдова зарегистрировано около 50 компаний, которые занимаются проектированным, зарегистрировано. Половина из них – мертвые души, их нет. Где-то 20, которые, так сказать, более-менее проявляют признаки жизни, из которых в области водоснабжения и канализации работает где-то 6-7, из которых участвуют в тендере 3-4, из которых на первом этапе практически ни одна не способна представить проект, который удовлетворяет всем требованиям. Потому что эти деньги… Проект еще проверяется, допустим, департаментом строительства GIZ, потому что эти 40 миллионов, они реализуются через агентство Германии по кооперированию. Потом объявляется повторный тендер, спрашивают, а почему иностранные компании не приходят? Тендеры открытые. Сообщаются об этом и румынам, и полякам. Приходите все. Объемы для них маленькие. То есть вот первый этап. И те проекты, которые к середине 2019 года должны были уже сделаны и насчет строительства, до сегодняшнего дня по многим проектам еще этот процесс не завершен. Второй этап – то же самое со строительством. У нас нет компаний, которые способны проглотить эти деньги в течение года и построить водовод. И вот тогда мы говорим, нам дадут 100 миллионов евро под водоэканализацию на год. И что мы будем делать? Пополним бюджет. А нет. Бюджет закрывать надо или по мере освоения? Нет. Если вы подписали контракт по проекту на водоснабжение и канализацию, то вы не можете на эти деньги купить карандаши для бюджета. Вот у вас проект на это. Значит, на второй год вам точно не дадут ничего, потому что вы не освоили это и эти стоимости. Поэтому это хорошо, если нам деньги дадут. Но просто надо немножко реальность. Не обещать, что мы ко 100 миллионов каждый год будем получать и через три года решим проблему водоснабжения и канализации. Деньги эти, которые предлагают, якобы должны получить, это по мере утверждения тех проектов идет оплата или перечисляется на государственные счета? Во-первых, еще ничего не дают. Ничего. Гипотетически. Значит, все зависит от того, как это делается. По одним каналам, типа Европейский банк реконструкции, развития и так далее, подписан контракт, деньги перечислены. И с этого момента начинается тиканье процентов. И у нас есть примеры в Молдове еще с периода 10-15 летней давности, когда в силу, так сказать, ошибок и наших, и экспертов Европейского банка или других и прочее, проект должен был быть за два года закончен. И вот через два года еще не начали, а все два года проценты уже исключали. Это один канал. Другой канал – это может быть грант. Вот те 40 миллионов, о которых я говорил, это 40 миллионов грант. То есть там ни процентов, ничего, мы не должны возвращать. Но мы должны освоить их. И вот, к сожалению, не освоение вовремя. Это ставит под сомнение возможность получить новых денег того же гранта. То есть тут все взаимосвязано. Поэтому здесь, как говорится, такая ситуация. То, что идет на бюджет, то это деньги не идут для того, чтобы строить. Это в основном бюджетная поддержка, ну, как публичные деньги. Вот есть дефицит бюджета, деньги получили, покрыли его. Раньше было еще, насколько я знаю, Европейский Союз, в принципе, уже практически отказался от этой практики, потому что она была самая неэффективная. То есть дают деньги на водоснабжение и канализации, но дают в качестве бюджетной поддержки. То есть дают правительству эти деньги при условии, что они... И составляется так называемая матрица политики, в которой оказывается, что через три года должно быть количество подключенных к воде. Там 30 тысяч канализация, там, в 50 населенных пунктах, 20 тысяч населенных, и потом проверяют. Но никто не проверяет, какие деньги, откуда и так далее, и так далее. То есть, в принципе, эти работы могут вести за счет совершенно других средств, а будет отчитываться, что вот освоили европейские деньги. То есть там очень много нюансов. Но в любом случае ясно, что эти деньги ни в коем случае не пойдут на то, что вот, говорит, мы построим там заводы. Да, да, да. Они не пойдут. То есть, если будет бюджетная поддержка, ну, хорошо, тем более в этот трудный период, кто будет от нее отказываться. Но для меня, например, проблема заключается в том, что на протяжении всего периода я практически не видел никаких других предложений. То есть, вот мы получим деньги от Европейского Союза. Ну, хорошо, это один канал. А каковы рычаги подъема экономики? Какие механизмы будут использоваться? Какие стратегические варианты могут быть использованы и так далее? Какие стратегии должны быть внедрены и прочее? И тут я вам скажу в качестве, так сказать, без обид госпожи Санду, но когда говорят о том, что у нее большой опыт работы в мировом банке, вот она экономистом была там, она там помощник, директор и так далее. Ну, я знаю, так весь ее путь и прочее. Проблема заключается в том, что она очень хороший аналитик исполняющий, трудолюбивая, может работать с цифрами, писать отчеты и так далее. Но она всегда была исполнителем. Работа экономистом в мировом банке, в Кишиневском офисе, это у тебя есть вот такая вот линия, линия, шаг влево, шаг вправо, попытка к бегству, тебе дали команду, ты исполнишь, напишешь отчет, пойдешь в министерство, соответствующий, так сказать, командой Мирового банка, которая приезжает в меморандум, потом подписали меморандум, в котором написано обязательство Республики Молдова, что она должна выполнить то-то, то-то, и вот ты сидишь, проверяешь. А в решении экономических вопросов нужно стратегическое видение. А я не вижу стратегического видения, и никто этого не видит. Ну хорошо, давайте... Тактически построено все правильно сейчас. Давайте приведу один пример. Давайте. Я считаю, что это может быть не самый правильный путь сегодня, так массово. Ну, это мое мнение. Но это какая-то практическая попытка идти вперед. Вот решение президента и правительства о создании промышленных платформ в каждом районе. То есть создание платформы, которая как бы может стать привлекательным местом для инвесторов, потому что возникают проблемы, что нужен инвестор, особенно, так сказать, за пределами Кишинева и Бельск, а оказывается, что там нет места, где есть подключение к свету, нет дороги, нет подключения к газу и так далее. Вот мы подготовим ему место и будем говорить, вот у нас все условия созданы. Иногда это работает, например, вот в Камрате, индустриальный парк, и там уже работает Фуджикура. Договаривались с японской компанией, которые сказали, нам надо вот это, вот это, вот это. Гагаузы, так сказать, напряглись и сделали это, и те пришли. Вот под Аргеевом, так же Фуджикура, как говорится, сделали филиал свободной зоны Бельс, то есть они сказали, нам надо вот такие-то условия, там был пустырь, его сделали, завод работает. То есть вот под желание инвестора, да, а когда мы хотим так массово, что мы сейчас уже начнем готовить все промышленные платформы в каждом районе, а где у нас гарантия, что туда придут, что не будут ли эти деньги в некоторых случаях выброшены на ветер? То есть, ну, это моя позиция, мой спорный, но в всяком случае я вижу это направление, что оно вот в таком-то плане. Значит, есть определенные, так сказать, заделы, те, кто изучают, те, кто знают. Есть такая ассоциация производителей фруктов, Молдова фруктов. Значит, то, что было 15 лет назад, и то, что сегодня посмотреть Молдова фруктов, какие сады по самым современным технологиям, холодильники, парк современных рефрижераторов, линии по сортировке, калибровке яблок и так далее. То есть мы просто некоторые вещи в своей ругании не можем, ну, преподнести так, и только когда происходит какая-то большая конференция, вот как сейчас Российско-экономический форум был в сентябре, по-моему, в начале, или 2-го октября, 1-го октября, по-моему, я был модератором, забыл, какого числа. Да, 1-го октября. Вот тогда Молдова фруктов, как представила, так все рты разинули, когда начали показывать, что это сделано, и я знаю, что было 10 лет назад, это был полный развал. Поэтому есть области, которые надо уметь продвигать. Есть, например, этот же Российско-экономический форум выявил одну вещь, что у нас, да, сегодня пандемия, и этот сектор находится в достаточно тяжелом положении, хоть его не закрывали, как рестораны и прочее, но легкая и швейная промышленность. Почему? Они ориентированы все на работу на Европу и США. Они все работают практически как? На давальском сырье, то есть по кооперации. Приходит материя, приходит фурнитура, лекала, наши люди тут шьют, а потом костюмы продают в Италии, Ионел, Бельчанка, Тригон, Кагульский, то есть эти предприятия и прочее. Они производят великолепные товары, которые продаются в магазинах Франции, Германии, Италии, даже Соединенных Штатов Америки, и практически ничего в России. А в России рынок для этих товаров очень хороший, потому что это товары народного потребления, у которых в России тоже, скажем так, далеко не блестяще даже сегодня обстоят эти дела. И вот сегодня в связи с пандемией европейский рынок резко сократился. Число заказов, мы знаем, что Италия была закрыта, транспортные перевозки ухудшились и так далее. Значит, вот в этой надо проявить гибкость и начинать выходить на российский и белорусский рынок. Ну что, и Майя Санду имеет возможность выходить на российский, белорусский, украинский, армянский, азербайджанский? Если во главу угла будут поставлены экономические интересы страны и умение, так сказать, понять, что политика в этом отношении не должна стоять во главе угла, то может быть. Но дело в том, что мое такое субъективное ощущение заключается в том, вот вспомните пять месяцев, когда она была, тогда же намечался ее визит в Москву и встреча с премьер-министром, тогда, по-моему, еще Медведев был или уже Мишустин, я уже не помню. Да, еще Медведев и планировала встреча. Но когда я смотрел на ее, так сказать, заявление, у меня было такое ощущение, что она просто боится этой встречи и боится, я не могу понять либо по своим психологическим ощущениям, либо потому что за ее спиной очень большой электорат, который это не приветствует. Никакого секрета в этом нет, потому что мы прекрасно должны понимать, что мы, когда обсуждаем кандидатов в президенты, особенно при тех полномочиях, которые прописаны в Конституции, и когда начинаем оценивать их обещания, мы все время должны понимать одну простую вещь, что оценивать кандидата надо не только с точки зрения, и не столько с точки зрения, что он сам из себя представляет, сколько из того, какая команда, с какими возможностями стоит за ним. И эти обещания могут быть реализованы, если у тебя есть парламентское большинство, есть правительство, с которым ты работаешь рука об руку, даже если оно не почено тебе напрямую. Или же ты находишься, как первые три года был Дадон, который был президент, которому показали, что ты никто. Теперь произошло другое, так же, как Владимир Николаевич Воронин, все прекрасно понимают, что в тот период, при всем моем уважении к правительству, которое было, решения принимались не в Белом доме на площади, а в других кабинетах во дворце президента. И я знаю, как и кто эти решения принимал. Большинство парламентское, у нас парламентская республика. Поэтому я еще раз говорю, что обещания из уз одного кандидата могут быть исполнены, из уз другого кандидата не могут. Или могут, если пройдет радикальное изменение в других политических структурах. Другие политические структуры, это и есть парламент, который должен будет закончить свое существование. По теперь уже сегодняшнему утверждению Майи Сандук. Если она выиграет выборы во втором туре, значит, она пойдет на распуск парламента. Каким образом? Вот. Она сказала, мы и изыщем способ. Значит, если идти строго конституционным путем, то есть есть путь революционный. Ну вот Ринато Усатый в определенной степени предлагал, что он соберет народные вещи на площади Великого народного собрания. Раз народ спросит, поставлю на голосование, кто за, а попробуй на площади сказать против. Ну, вы сами понимаете. У него денег не хватит на площади. Значит, если чисто коррекционно, есть два варианта. Три месяца парламент практически не работает. То есть блокируется законодательный процесс. И второе. Если правительство это отправлено в отставку или само уйдет, и новое правительство не может быть утверждено в течение 45 дней при условии, чтобы не менее двух раз было отклонено. Вот все. Есть еще один путь. Какой? Но я его не расскажу. Почему? Тайно? Да, потому что я не хочу давать подсказок. Ну, тогда смотрите, подсказок не надо давать. Почему вы считаете, что парламент не сможет провести такую же комбинацию, как проводили против Дадона первые три года его президентства? Значит... Насчет Маэстан. Ну, во-первых... Зачем может заболеть коронавирус? Нет, в политике, особенно в Молдавской, в принципе, все возможно. Тут непредсказуемое. Плюс ко всему, мы же с вами все-таки не варимся там каждый день, и не знаем, какие там интриги, переговоры и прочее. Мы только можем анализировать, предполагать, что это произошло не случайно. Ну, вот давайте возьмем один факт, который наталкивает на определенные мысли. Давайте. Часть ушла от демократов, да? Да. Создали группу под названием «Промолдова». Начали бурную действие, потом четыре депутата от них откололось. Никуда не вступили, объявили себя независимыми. Потом назвали себя «Пентру Молдова». «Пентру Молдова», да. И произошло, что после этого последний шаг – слияние фракции партии Шор с этим «Промолдова». Но не эти четыре влились в ту фракцию, а та фракция присоединилась к чему? То есть практически получается, что это шаг для того, чтобы сформировать новую парламентскую группу, из названия которой исчезнет, ну, как не будем говорить одиозной, будем говорить более цивилизованно, противоречивая фигура Илана Шора, к которому неоднозначное отношение в обществе. И это название фракции уже не будет никого дразнить. И через какое-то время население будет, кто-то в голове будет держать, что это Шора, все будут, ну, есть фракция «Пентру Молдова», что, ребята за Молдову, и почему-нибудь не создать парламентское большинство в новой комбинации партии социалистов с парламентской фракцией за Молдову. Либо фракция «Санду», присоединившая к ней остатки, так сказать, платформы «ДАН», которой не исключено, что тоже начнутся движения ИОНов хаотичные в нужном направлении. И вот эта фракция. И никто с Шором никаких коалиций не создает. Да, оказывается. Что здесь такого? Это даже не комбинация. И тогда вопрос распуска парламента, он отпадает. Есть парламент, сформированное новое большинство. Что нам сейчас в период пандемии, в период, так сказать, кризиса тяжелого, когда надо решать экономические проблемы. Мы видим, выборы прошли, все устаканилось, мы уже должны, так сказать, довести этот корабль, а когда все станет хорошо к этому вопросу, имеет право такая точка зрения на жизнь? Нет, ну, точка зрения, да. Будет ли это плохо или хорошо для страны? Ну, кто-то будет возмущаться, что вот смотрите, опять они там продались и прочее, прочее. А кто-то скажет, а в конце концов, какая разница, как они там будут тусоваться? Главное, парламент стал работоспособным, правительство взялось и решает проблемы народа. Так? Вы знаете, порой кажется, что вот у нас парламент, правительство, это люди, которые занимаются сплошной демагогией, а не прямыми своими обязанностями. У нас есть очень много законов, которые нужно доработать или вообще пересмотреть. У нас очень много нарушений конституционных прав наших, между прочим, на что не обращают внимания судебные органы. Получены были сначала 100 миллионов на реформу юстиции. Купили ручки, тетрадки, телефоны. О, на телефоны большие затраты были. Вот так вот ушло 100 миллионов. Народ об этом мало слышал или определенные лица только знали. На пандемию дали 57 миллионов борьбы. Сразу пополнение бюджетных средств, потому что дефицит бюджета, при котором бюджет, непонятно откуда взялся дефицит, что государство фактически никому не помогает. Вот. Ну, образно, конечно, когда говорят о ней. Да, мы помогаем. Но вот результат совсем другой. И вот эта борьба во втором туре, она просто загнала по углам, как называем мы, и левых, и правых. И все в панике, ну, что ли, мозговой деятельности. Понимаете, в чем дело? Люди не знают, что, как и где, и самое главное, кому верить. Значит, ну, обычно у меня ответ на критику того, что вот парламент, правительство, это люди, которые только говорят, ничего не делают и прочее, прочее. Не, 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 я так не говорю, не утрируйте. Ну. Я назвал по факту, что было, не надо. Вы были близки к этому. Да. Как говорится, чуть-чуть погладили, другие говорят. Прямо я все время задаю самый простой вопрос. Откуда эти люди взялись? А я вам задаю вопрос. Вы там были в правительстве. Вы знаете, откуда их берут? Вот откуда они взялись? Как он стал депутатом парламента? Он вчера, вот, как мы с вами сидели, после этого пошел со своими, сидел в отделе, где-то на поле работал и прочее. Потом его выдвинули в парламент. Кто-то сохранился, кто-то это самое, кто-то оказался просто не готов к этому. Давайте будем говорить, что, вернемся, иногда говорят, что, так сказать, ностальгия, это не ностальгия, это просто заключается, проблема в том, что мы ушли от одной системы и на место нее не создали ничего другого. В Советском Союзе при всех своих минусах была система продвижения кадров. И подготовки. Человек не мог стать министром, даже замминистра, если он не прошел районный уровень, райком партии, директор предприятия, его прокручивали по этому, какой по сути, ага, все, теперь давай через эти органы его туда. То есть с улицы человек не попадал во власть. Мы с вами пришли к ситуации, когда в течение короткого времени, особенно это стало видно после 2009 года. Именно после 2009 года. Когда мы видим, вот посмотрите, во-первых, сколько правительства поменялось. Правительство Филата, правительство Добурича, правительство Стрельца, правительство Маэссанду, да еще правительство Гречану успело захватить, и правительство Кику. Вот шесть правительств за 10 лет. А второй эшелон, человек приходил, он еще не успевал понять, как у него кресло в кабинете вертится, а уже надо было и через полгода, приходил другой, меняли, причем приходили и приходят еще люди, у которых нет, как говорят на Западе, бэкграунда за спиной. Он прошел производство, он был там активный партийный активист. И хлопа, начальник госканцелярии, как это было приличным Маэссанду, активисты неправительственной организации, ну хорошо, писали отчеты, умели красиво на доске сделать представление, но за спиной никакого реального административного опыта. То, что там три месяца походило по коридорам министерства, это не опыт административный. И мы попали в ситуацию, когда ни одна партия в Республике Молдова на сегодняшний день не имеют возможности сформировать самостоятельно правительство, которое закроет все дырки. Я уже не говорю про второй эшелон. Поэтому это проблема, это проблема государственно-политическая. Надо уметь находить новые механизмы продвижения, подготовки резерва кадров. Вы сказали сейчас ключевое слово «надо». И сами же говорите с 2009 года. И с 2009 года вы говорите «надо». Не только вы один говорите. Другие говорят «надо». И сколько это надо, мы будем ожидать. Простые люди, которые за счет своего труда зарабатывают деньги. Ну, я не понимаю, как можно, допустим, прийти... Пусть меня извинит господин Ногачевский, но не знаю, каким он опытом обладал в этом возрасте. Мне это напомнило Гайдара, который командовал полком. Ну, там на крови было все. А здесь... Какой опыт был у него? Может, вы мне поправите, вы лучше знаете. Ну, я с ним не очень хорошо знакомый. Значит, я знаю, что его опыт такой основной был, насколько я знаю, немножко вроде бы он работал адвокатом, потому что отец у него известный адвокат. И такой политический опыт работы с законодательственной системой он приобрел, поскольку он был главным юридическим советником партии социалистов, насколько я знаю. Хорошо. Административного опыта, насколько я знаю, у него не было. А там именно нужен? Ну, министр — это политик-администратор. Да, политика и ключевой администратор. Как бы мы ни желали этого. Как бы мы ни хотели, да. Потому что я вспоминаю госпожу Стамати, да, в прошлом кабинете. Это нашумевшая видеоконференция, когда ей задавали вопрос, и она отвечала на английском языке. Не смеялся, только ленивый. Или не знающий вообще английского языка. Ну, так как у нас почти Голливуд всегда на телевидении, то думаю, что знают английский язык. Но самое, самое здесь было неправильное, что ли, это когда бывший министр юстиции обвинял людей в криминале, зная, что пока не осужден человек, нельзя его обвинять какого-либо деяния, да, связанные с законом. Просто это... Ну, это у нас сплошь рядом. Вот. В том числе и в журналистике. Вот. Вот вы хорошо сказали. В журналистике. Вот факт сегодняшнего дня. Давайте поговорим о реальных делах сегодня. Мне показывают переговоры между сыновьями и кумнатами чиновников государственных. И у меня всегда вопрос. А где СИБ? Это же, во-первых, нарушено право переписки, послушивания, только санкции суда. А у нас это... Один сайт выдает как заположенное. Вы знаете, как будто фабрика у них. Прослушка. И никто... Заметьте, это не один год. Никто не понес ответственности за эти деяния. Почему? Вот вы опытный политик. Много лет я вас знаю. Ну и читал, когда встречались. Но в данном случае вообще уже... Я согласен с вами. Я сам сегодня тоже задавал себе этот вопрос в все время, что ведь, казалось бы, ситуация простая. Появилась звукозапись телефонного разговора двух лиц. Можно считать, что запись представляет публичный интерес, поскольку в нем якобы задействован министр. То есть это уже выходит... Это не чисто частный. Но в этом случае я считаю, что прокуратура должна открыть и начать расследование по не обвинению лиц, который, а по факту возникновения этой записи. И здесь мы имеем два варианта. Если эта запись подлинная, то тогда, как следствие этого, дело возбуждается по факту незаконной прослушки и опубликовании переговоров частного характера, неважно, кто в них вовлечен. Если же эта запись сфальсифицирована, то опять-таки возбуждается уголовное дело по таким-то. Если в ходе расследования выяснится, что эта запись подлинная, то параллельно с возбуждением дела о незаконной прослушке и опубликовании возникает тогда... Тут, как говорится, до уголовного дела не доходит, но разникает расследование по факту превышения служебных полномочий и так далее. Вплоть до того, что министр может быть уволен по факту служебного несоответствия. Но ключевым все-таки является расследование факта незаконной прослушки или фальсификации. Это, так сказать, мое ведение юридическое. Я думаю, что здесь, наверное, на мой взгляд, есть много факторов, один из которых, что наши правоохранительные органы и политические структуры, учитывая то, что мы находимся постоянно, так сказать, под, ну, скажем так, колпаком надзора, наблюдения со стороны европейских профструктур, других международных и так далее, возможно, боятся, что переступить ту грань и быть обвиненными в том, что это, так сказать, наступление на свободную прессу, это зажим, я не знаю, но я пытаюсь логически рассуждать, почему это. Вот. Ну, единственное, потому что в любом случае возбуждение уголовного дела по этому факту, вы прекрасно понимаете, в любом случае вызовет определенный шум и нападки, и агрессивные нападки со стороны другого лагеря, который заинтересован в появлении таких фейков, скажем так, и прочее, и прочее. Поэтому тут... Вы знаете, и тут-то обвиняют КГБ СССР, что массовая прослушка была. Я знаю, какая нужна аппаратура, сколько она стоит для того, чтобы прослушивать тех или иных лиц. Это не сразу... Знаете, как снять информацию? Вот мы с вами разговариваем по телефону, да? Они должны знать исходный код, как говорится, будем говорить так, для того, чтобы найти тот момент и все снять. Значит, это прослушивание велось не один день. Ну, естественно. Понимаете, чем я? Да, да. Нет такого, сразу взял и все. Здесь подлость самого закона, подхода закона к этим действиям. Давайте уйдем на рекламную паузу. И прослушайте вы наши законные ролики. Рекламная пауза. Продолжаем нашу интересную беседу. Напоминаю всем, что в гостях у нас Александр Муравский. Мы остановились на том уровне беседы, на котором затронули права человека. Вы не заметили? Ну да. Скажите, пожалуйста, ваше мнение, где и в чем соблюдается права человека в Республике Молдова? Ну, так категорично. Вы улыбаетесь. Понимаете, давайте так. Мы можем в каждой области найти какого-то человека конкретного, чьи права были нарушены. С его точки зрения, либо действительно так. Но это нюдь не означает, что вообще эти права не соблюдаются. Это в любой стране. Ну, давайте возьмем, я понимаю, что они согласятся и прочее, прочее. Но право на труд соблюдаются в Республике Молдова? Нет. А я считаю, да. Почему? Потому что чем отличается право на труд в Советском Союзе при той системе от права на труд в Молдове или в любой европейской стране, американской? Право на труд не является правом, которое государство обязано тебе обеспечить конкретное рабочее место. Право на труд означает, что в государственной системе не существует каких-то барьеров, которые тебе закрывают путь к труду, потому что ты красного цвета, потому что ты относишься к сексуальным меньшинствам, потому что, да, нет рабочих мест. Ну, государство говорит о том, что, да, мы стараемся создать рабочих мест, но ты вот открой свой магазинчик, возьми там, ходи, собирай, оставь бутылки, но оформись как предприниматель и так далее. То есть, твое право никто не отнимал. То есть, не существует юридических законов, которые говорят о том, что тебе это запрещено. Вот что это такое. Точно так же, как, допустим, право на жилище. Право на жилище отнюдь не означает, что государство обязано каждому дать. Оно означает, что ты имеешь право, и если у тебя есть возможности, и вот тут мы вступаем в другую область уже. Социальное жилье, конечно. Да, мы уже вступаем в другую область, когда мы начинаем рассуждать, хорошо, а если право на что-то не обеспечено со стороны государства тем, что у меня будут возможности. Либо у меня мало денег, либо у меня, так сказать, какие-то вещи, что я не предрасположен к этому и так далее. То есть, право есть, но я не могу его реализовать. Не могу реализовать в силу того, что есть другие факторы. Они не дискриминационные, но они... И вот тогда возникают все время размышления о том, а как это обеспечить. Вот появляется ипотека. Что это ипотека? Это одна из форм, которая позволяет реализовать право на жилье тем, у кого капитала нет сегодня сразу. Но которые имеют работу. Да, но которые имеют работу. Переходим сразу к другую сферу. Возникает категория социального жилья. Для того, чтобы было социальное жилье, нужно достаточно крепкое государство, которое может строить и потом по дешевке это жилье отдавать. То есть, допустим, это право на жилье может быть реализовано через строительство социального жилья. Но оно, допустим, в республике Молдова, разговоры идут, какие-то попытки идут, но они не могут, допустим, реализованы в силу целого ряда экономических причин. Потому что я, например, был в Америке у своего одного из бывших коллег по институту, который эмигрировал. Кто-то там хорошо устроился, а те приехали уже в более взрослом возрасте, муж с женой. Не могли найти работу, ничего. Им дали социальное жилье. Социальное жилье, типа общежития, но у них две комнатки, у них все условия. Там на этот дом есть уборщица, которая ведет все это. То есть, это не дом престарелых в каком-то, но это социальное жилье, в котором есть свои, так сказать, определенные услуги, которые предоставляются приходящими работниками и прочее, прочее. Плата чисто семейная. Ну, вы знаете, это прекрасно. Там пособия дают. Да, пособия дают и прочее. Чтобы можно было услуги, эти малые услуги оплатить. Мы не можем, допустим, как-то реализовать. А в то же время я спокойно видел кучу, так сказать, бездомных спящих под мостом, в коробках и под лондонскими мостами, и под Нью-Йоркскими и прочее. Но, к счастью, американцы или англичан, или французы говорят, это их выбор. Деньги все равно они ежемесячно получают. Да, это их выбор, им так нравится. Это тоже философия. Поэтому с этой точки зрения, допустим, мы можем сказать, что вроде бы идеологически крыша для соблюдения этих прав создана. И на жилье, и на труд, и прочее. Но она не реализована. А доступ к правосудию, как вы считаете? Доступ к правосудию имеет... Судя по решениям Европейского суда в отношении Республики Молдова. Нет, нет, нет. В основном-то нарушение... Да, но вопрос заключается в чем? Ведь, насколько я знаю, тут, может быть, я где-то ошибаюсь, я все-таки не юрист, но, насколько я знаю, все формулировки Европейского суда, они не говорят о том, что было нарушено право доступа к правосудию, а там все время нарушено право доступа к справедливому правосудию и так далее. А это не изменяет звучание? Ну, это немножко... Нет, не изменяет. Юридически не изменяет. Юридически, если нет доступа к правосудию, если ты пошел в суд, обратился, а тебя просто не принимают. Говорят, мы не будем твои дела рассматривать. А так, ты пошел, ты пошел по всем инстанциям, и все инстанции... Первая инстанция тебя наказала, ты считаешь несправедлива. Ты пошел во вторую инстанцию, они сохранили приговор. Ты пошел в третью, сохранили, и высшая судьба, а ты считаешь несправедлива. И тебе не дали возможность проведения открытого процесса. Вот давайте возьмем дело Филата. Посмотрим, чем закончится там часть... Он выиграет. Он выиграл в одном, по-моему, там еще есть второе. Ведь все. Там не было... Почему? Потому что практически процесс закрытый. Адвокаты не могли участвовать в деле и так далее. И поэтому, допустим, для нас с вами сидеть и говорить, ах, это вор такой, бандит и прочее. Ну, эмоционально мы можем сказать. Где-то внутри мы можем подумать, что, наверное, там, конечно, что-то было и прочее. Но никто из нас с вами, сидящих вот тут, не может сказать, что мы не видели ни процесса, мы не видели ни документа. Мы знаем, что адвокаты не принимали участие и прочее. Правосудие свершилось. А потом оказалось, что правосудие не свершилось, потому что были нарушены вот такие, такие, такие дела. Поэтому, да, мы можем сказать, что эта функция обеспечения права к справедливому правосудию нарушается. Почему у вас улыбка? Ну, потому что у нас к справедливому, да, правосудию, доступа нет. Просто нет доступа. Ну, наверное, где-то, я не могу сказать на 100%, но учитывая это, если анализировать... А я по своему опыту говорю. Если они принимают, в общем, ведущие позиции по делам, проигранным в Европейском суде по правам человека, то можно сказать, что в значительной степени право на доступ к справедливому правосудию в Республике Молдова не соблюдается. Поэтому, наверное, и такое внимание уделяется и давлению на Республику Молдову в значительной степени. Справедливое давление, будем говорить о так, что нам не нравится иногда, но надо и признавать, что справедливое давление со стороны европейских судов, которые требуют реорганизации, радикальной реформы судебной системы. Да уже... После подписания ассоциации уже десяток лет. Да еще и до этого было. А, так было. Да было и до этого. Просто поэтому я не помню, когда было справедливо. Были случаи, когда, так сказать, вот было открыто финансирование со стороны, если мне не изменяет память, шведского агентства, потому что система там финансирования иногда Европейский Союз, а иногда страны Европейского Союза в счет своей как бы доли, они напрямую оказывают помощь. И проект по реформе полиции, который финансировался шведским агентством, был остановлен, потому что шведы сказали, мы не видим никаких подвижек, деньги уходят, а никаких подвижек нет. Нет, ну почему форму не надо три раза? Это было лет шесть-семь назад. А, значит, последние три года три раза изменили форму полиции. Поэтому, да, и мы действительно практически, если посмотреть разговоры о реформе юстиции, то последнее десятилетие мы практически встаем и просыпаемся под декларации европейских представителей о том, что в Молдове прежде всего надо провести реформу юстиции. И я с ними соглашаюсь, вот тут, как говорится, никаких. А мы не можем не соглашаться, потому что мы видим, не слепые. Вот. Ну, возвратимся ко второму туру. Ну, возвратимся. Вот в следствии того, о чем мы говорили, да, вот сейчас, многое за экономику, понимание, что такое инвестиции, ириспруденция в какой-то степени, возможности каждого из кандидатов, который так или иначе зацепил одну из этих тем, которые мы говорили выше. Их реализация. Ну, вернемся к тому, с чего мы начинали разговор, что для того, чтобы оценивать возможности кандидата в реализацию, надо оценивать не только самого кандидата как такового, но помни, что он стоит на вершине пирамиды. Есть парламент, есть правительство, есть сопутствующие ряды. И третий, есть президент. Команда, которую он уже, так сказать, сформировал, конкретные дела, которые он уже продемонстрировал и прочее. С этих всех позиций я не делаю никакого секрета и так далее. Я считаю, что действующий президент Дадон имеет определенное преимущество, и с этой точки зрения у него гораздо больше шансов реальных реализовать определенные вещи в нужном направлении. Да, мы должны помнить, что, как говорится, мы сейчас живем в период предвыборной кампании обещаний, значительная часть которых, ну, скажем так, единственное, что, может быть, что ни один из кандидатов, когда дает обещание, не говорит, когда. Вот пенсия минимальная будет 2000 лей. Когда? 2500. Ну, Иванова обещала 5000. Иванова, ну, Иванова есть. Ну, ее уже нет. Нет, Майя Сандо минимально обещает 2000. И вопрос, когда? В этом году? А может быть, в 2023. Ну, обещание будет выполнено, но когда? А в 2023, может быть, 2000 это будет, так сказать, такая мелочь, что ничего не купишь. Поэтому сроки четко не указаны. Вот, но я еще раз повторяю, исходя из того опыта, который продемонстрировало правительство Майя Сандо за пять месяцев, команды, которая пришла, и для меня, например, самое, может быть, большое было даже, даже не то, что пришли люди, скажем так, неопытные, немножко в управленческом плане государства. В конце концов, знаете, грубо говоря, и медведя можно научить ездить на велосипеде, если долго бить. То есть, можно было бы, но меня больше всего, так сказать, раздражало и возмущение вызывало то отношение, которое продемонстрировали люди, пришедшие на посты министра, не имея за спиной никакого опыта, отношение к персоналу. Кстати, вот я заметил, Майя Сандо, наверное, поняла в определенной степени свою ошибку, и вот буквально несколько дней назад, выступая, сделала обращение к государственным служащим, говоря о том, что да, там мы знаем честные люди, у вас просто руководители были плохие. Да, на вас оказывается давление. Да, но, ведь я же знаю, как, хоть я 20 лет уже в правительстве не работаю, но у меня связи сохранились, у меня хорошие отношения во многих министерствах. В неформальной беседе, когда министр приходит и начинает встречу с коллективами, с руководителями, словами, я знаю, что вы тут все творили, мы вас всех выведем на чистую воду, мы всем разберемся с вашими схемами и прочими. В чем показано в видео? Да, да, ну, как можно так... Популизм, ну, чистой воды. Это популизм, более того, если за протяжение пяти месяцев не был сформирован второй эшелон, мы знаем министерство, в котором госфекретарь был назначен, на второй день человек ушел, после этого другой ушел, и через пять месяцев, когда министр ушла, то осталось три вакансии, так и не заполненные на протяжении. Это второй эшелон, без которых практически ничего нельзя делать, особенно если ты имеешь такие комплексные министерства. У нас же сейчас министерство винегреты. Все ополчились, ну, все, я имею в виду оппозицию, на нынешнему, на госпожу Думбровяну, и все вымущают, как это можно, что она не врач, она во главе министерства здравоохранения и так далее. Но забывают одну простую вещь. Министерство называется Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. И она специалист по труду и социальной защите. Да, выпала пандемия, но министерство в целом, кого поставить? Поставишь здравоохранение? Тогда завтра будут говорить, как поставили врача, который понятия не имеет о трудовом законодательстве, методах поддержки пенсионеров и прочее, и прочее. Вот так реформа привела к чему? Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Сельское хозяйство с окружающей средой, они всегда вот так на ножах. Оптимизация была проведена. Я был тогда против, когда Филипп это затеял. Я и сейчас против. И если вы помните Майя Санду, когда в июне месяце представляла министра здравоохранения тогда и вот этих с хвостом социальной защиты Немиренко, она на представлении министра сказала, что в ближайшее время мы это министерство разделим. Я тогда сразу написал, правильно, первое правильное решение, которое будет принято премьер-министром. Когда его разделили? Не разделили, оно до сегодняшнего дня так же. Не, ну погодите, она сказала разделим, значит нужно делить. Ну вот так, это, конечно. Благо есть. А сейчас, как говорится, в условиях этой пандемии все, руки не доходят до этого. Ну, вы знаете, в условиях пандемии легче всего бороться с действующей властью, с недействующей, недействующей властью, но стремящейся к этому, правильно? Вот у всех в руках козыри. У Майя Санду свои. Ну, да, поэтому, возвращаясь опять к вопросу в предпочтении во втором туре, я сказал, и второе, что за эти пять месяцев, что прошло тогда, после этого, что прошло, я не увидел никаких, так сказать, пополнений, изменений в команде. То есть, я вот даже не могу себе представить, если Майя Санду как президент, и будут созданы условия, которые позволят ей реально влиять на социально-экономические процессы и правительство, о котором мы говорим, большинство правительств, то какое правительство нас формирует? Вы не видите команду? Это мое, так сказать, видение. Ну, это и есть ваше видение, потому что вы здесь, вы здесь, в программе участвуете. Скажите, пожалуйста, а вот ее заявление о том, что в случае ее победы, она, это здание отдаст обществу, президентуру? Ну, вы знаете, может быть, отдаст, меня это как-то меньше всего волнует. Мы с вами... А где она будет? Ну, есть варианты много. Ну, мы с вами... Контрец? Нет, сейчас я вам скажу, значит. Мы с вами проходили в нашей истории, видели много. Мы видели президента Большой России, который ездил в троллейбусе, сколько он там, две-три поездки совершил. Но ездил. Ездил, да. Мы видели, то есть все через это проходили. Ну, у нее вариант какой? Она же сказала еще так, что неиспользованные она отдаст под другие структуры. И забор снимет. Это будет самое главное. А забор чем виноват, да? То есть вариант такой. Вот она оставит себе, так сказать, первый, второй, третий этаж под президентуру, а остальные там отдаст под какие-нибудь учреждения и прочее. Ну, это будет, как говорится... А если она отдаст под детдом? А полностью здание? Ну, не будем тоже уже доводить до обстоятельств. Нет, ну, у меня вопрос. Вот. Она сказала, общество отдаст. А резиденцию, ну, в конце концов, сидел же президент Тимовки, и, по-моему, Додон начинал в этом, где гостиница Кодру, там, на переволке Йорга. Там была маленькая резиденция. Да, там дом приемов, по-моему, был. Или напротив президентского дворца, там, насколько я помню, ну, тогда это было, по-моему, тоже есть сал приемов, там несколько комнат. Да, там, да. Ну, если она хочет так, пожалуйста. В конце концов, это ее дело. Хотя, с моей точки зрения... Но у нас есть все, госохрану, автомобили, все. Хотя, ну, не будет этого. Вот. Хотя, с моей точки зрения, президент, даже если он имеет малополномочия, это символ государства. Это высший чиновник в государстве. Даже если он не имеет никаких полномочий, если этого нет, ради чего тогда устраивать все эти шоу с всенародными выборами? Вот вы к главному пришли! Вот к главному! Вот вы сами! Ну, вот, вот, вот. Говорите, ну, зачем это все устраивать? Вот, живем, видим. Горбачев бегал по троллейбусам, по автобусам, сидел... Ельцин. Ельцин. Он, когда бухнул, просто не мог добраться, водитель не нашел свою машину. Ну, факты говорят сами за себя. Нет, это когда он с моста падал. Нет, 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 там было покушение. Вы всегда ошибаетесь. Вот, не будем смеяться, все-таки покойный. Вот. Говорим за нашу Молдову. Я вообще за то, чтобы все-таки, вот, например, Майя Саду после этих заявлений она взяла велосипед и ездила круглый год. Потому что есть люди повыше в должностях в Европе, да, начиная с князей, королей и всяких, они ходят пешком. Премьер-министры, которые главы государств, далеко ходить не надо, примеров, в Европе валом. Я бы за. Значит, надо все не доводить до, с одной крайности в другую. До абсурда. До абсурда, совершенно верно. Поэтому, знаете, от того, что там сделали фотографию, что там президент какой-то сидит на ступеньках, вот, но дело в том, что немножко за этим история, культура другая и прочее, прочее. То есть нельзя так вот сразу. Никто не говорит, что надо обязательно ехать, так сказать, кортежем, который перекрывает пол города. Но с другой стороны, есть вещи чисто, вот так, вот я был министром, да. Вот я привяжу вам пример. У меня день расписан по минутам. И если я закончил в 14.00 встречу вот здесь, а у меня в 14.15 уже должна быть где-то в районе ботаники. Вам нужна мигалка. Я ездил без мигалки. Да. Я ездил без мигалки. Единственное, что водитель у меня далеко не всегда соблюдал правила. Нарушал. У меня был опытный, так сказать, или прочее. Или я выходил в 14.00 и говорил ему, его только надо было сказать где и когда. Да, я говорю, к трем часам мы должны быть у ступенек входа в Верховный Совет Приднестровья. Все. Вы... И если министр или президент будет играть вот в это, сказать, что он поехал на велосипеде, значит, ему делать нечего. Красиво сказано. Вот все-таки состоит из своего опыта, да, министерского. Также вы и с президентами здесь общались, нашими. Какие вы могли бы дать советы, что кандидату номер С, да, и кандидату номер Д? Номер Д без цифр. Потому что если я скажу цифр, то меня точно. Какой вы вот дали бы совет? Совет, опять же говорю, с высоты своего опыта, возраста, ну, опыта в основном. Какие бы дали советы? Совет самый простой. Обоим сразу? Обоим сразу. Помните одну простую вещь. 16-го числа это закончится. А жить нам вместе в любом случае. Вот на этих добрых словах мы закончим нашу программу. И прошу вас, отнеситесь к сказанному все-таки с уважением. Потом в своих комментариях. Потому что правда у каждого своя. Всего вам доброго. Вам спасибо. Спасибо. Здоровья всем, счастья и любви. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok